На самом деле серьезно развивается система специализированных классов. Мы с 2022 года запустим на базе 33-й школы предуниверсарий вместе с Сеченовским университетом. То есть это будет не просто специализированный класс по химии, а это будет совместно с ведущим нашим медицинским университетом, оборудованный специально. Это инициатива Ирины Анатольевны Яровой, которую она проработала с ректором университета Петром Глыбочкой. Мы заключили соглашение, сейчас в новом здании школы, которая достраивается, будет этот полностью оборудованный по стандартам класс предуниверсарий. Буквально вчера мы обсуждали ход строительства и особенности комплектования. Ну и по ряду других, может быть, меньше так воспринимающихся, как само собой разумеющиеся, но тем не менее важных тоже направлений классы создаются. У нас, если мне не изменяет память, первое, в стране класс профильный следственный комитет открыл, открываются кадетские классы, МЧС, насколько я понимаю, уже открыл класс. Да, это может быть не самые, так скажем, явные с точки зрения вклада в экономику специальности, но они востребованы и они формируют правильные, так скажем, тоже основы у тех ребят, которые связывают себя с государственной службой, с этой деятельностью. И, безусловно, мы это будем продвигать. И те направления, которые просто востребованы и самые главные, нам, конечно, нужно развивать и двигаться дальше. Что касается целевого обучения, тоже это безусловный приоритет, но я хочу сразу тоже акцентировать, что для меня целевое обучение, на самом деле, это синоним обучения за пределами Камчатского края. То есть я считаю, что целевое обучение вообще создано как механизм для того, чтобы позволить поучиться в лучших вузах страны, а в перспективе мира, и вернуться обратно. На самом деле, учителя едут на Камчатку, потому что меры поддержки достаточно серьезные. Это и земский учитель, это и уровень заработной платы, и все равно мы стараемся создавать возможности материальные, материальные, с квартирным вопросом помогать решать со служебным жильем. И, в общем, конечно, много учителей приезжает на Камчатку. Здесь, опять же, свои проблемы есть, и я буду рад, если мы поговорим, но поговорим в деталях, потому что он детальные требует. Ну и последнее, что я хочу сказать, это то, что я, конечно, вижу еще одно здесь решение, это увеличение существенной доли педагогических кадров в подготовке специалистов к Камчатским государственным университетам имени Витуса Беринга. Я так не успевал подробно этот вопрос обсудить, но можно даже и сегодня это отфиксировать, потому что мы все хорошо знаем, что Камчатский госуниверситет – это бывший педвуз. Он создан был в советское время для того, чтобы готовить педагогические кадры в первую очередь, а потом уже все остальное. А если я правильно понимаю, сейчас он не готовит педагогические кадры для окрая. И я считаю, что это нужно исправлять. Но это нам с Александром Юрьевной нужно будет еще с ректором работу проводить. Она такая инерционная достаточно система, потому что это завязано на КЦП, на специальности, на много таких бюрократических моментов. Но я считаю, что это нужно, конечно, имени ко мне, вот я бываю в школах, всегда спрашиваю, чем наше образование нужно поддержать. Директора, учителя говорят, нужно воссоздать систему подготовки педагогических кадров в Камчатском госуниверситете. Считаю, что это такая одна из главнейших задач дополнения того, что вы говорили. Продолжение следует... Продолжение следует...